Всех приветствую любовью Божью. Меня зовут Люба. Я не знаю даже с чего начать. Кто не был на энкаунтуре, тот меня не поймет. Я еще под этим не то что сказать влиянием, а наполнением. Я получила такую радость. Я не могу это объяснить. Не могу. Это не просто обновление. Это просто новые. Вы довольны, когда что-то приобретете новые. Это настолько новые, что ты этого жаждал и даже не понимал, насколько это тебе было нужно. И когда я только думаю, что новое, что я уже полностью новая, так это только от этого одного слова у меня сердце прямо вот так как бомба какая-то. Я просто новая. И еще столько всего, столько эмоций, столько всего, даже этого просто не расскажешь. Самое еще такое, которое случилось там на энкаунтере, это исцеление мое. У меня были гнойные нарывы внутренние. И это, я уже говорила, там свидетельствовала. Это кто не знает, дай бог, чтобы никогда не знали этого. И у меня очень начало прогрессировать это. Когда этот был брат Мадабуков во вторник, я подошла к нему уже после молитвы, после собрания этого. И попросила, чтобы он помолился надо мной. Это была настолько такая сила, что я хотела тоже молиться вслух. У меня просто пропала речь на то мгновение. И такая сила сошла на меня. Ну и все. Благодаря Господа, окей. Пришла домой на утро, смотрю, оно уже не прогрессирует, но оно есть. Оно уже было настолько большое, почти как яйцо. И я взяла это верою, что Господь меня исцелил. Потом мы поехали на энкаунтер. У меня настолько болело, что я не могла руку поднять. Вот эта рука, я могу ее поднять. Очень хорошо. И оно было... Те девочки, которые жили со мной в комнате, я им показывала, что это было. И оно буквально за эти дни, которые мы были там, оно просто начало как будто таять на глазах. АПЛОДИСМЕНТЫ И оно, если бы я сказала, что оно вообще исчезло, это было бы неправда. Оно у меня еще есть. Но оно исчезает. И вчера вечером, или даже ночью, мне прошло такое откровение. Стены ерехонские не упали сразу, а семь дней ходили вокруг. Так что я тоже взяла верою, и Господь от этого меня исцелил. И я чиста. И, может, я за много говорю, о, сори, ну, у меня столько, что я бы, наверное, целое собрание рассказывала. И еще что-то такое. Это жило во мне очень давно, но всегда это заглушало. Заглушало. Хотела что-то сделать для Бога, хотела потрудиться. Но у нас такое было учение, и это многие знают, что, ну, ты кто такой, что ты можешь там трудиться? Это могут те, которые там за кафедрой, на сцене. И всегда это заглушало. Сейчас Господь в меня такое вселил, такую силу, такое наполнение, что я, даже если я сделаю вот так, но это будет то, что я сделаю для Господа. И оно будет засчитано там. И вот это, что я говорю, это те религиозные обряды, те понятия, которые мы росли годами, мы родились в этом. Это все как скорлупа отпала, очистилась. И я просто настолько рада и счастлива. Очень-очень. Я говорю, это просто словами не передать. Кто это пережил, тот не поверит. А кто не знает чего этого, я вам желаю чистого сердца. Попробуйте, вы не пожалеете. Да благословит вас Бог. И еще я очень-очень благодарна этим служителям, которые столько сил физических приложили. Духовные их подкрепляет Господь. Ну, физических. Столько любви, столько внимания. Да воздаст им Господь в тысячу крат, чтобы они никогда-никогда ни в чем не нуждались, ни в силе, ни во всем материальном. Будьте благословенны. Спасибо. 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 Спасибо.